Товарищи и ребята Дома бы они ушли куда-то И просим вас немедленно Оставить все дела Радионяня Сегодня к вам пришла Радионяня, радионяня Есть такая передача Радионяня, радионяня У нее одна задача Чтоб все девчонки И все мальчишки Подружились с ней Чтоб всем ребятам Всем трунелятам было веселей Чтоб всем ребятам Всем трунелятам было веселей Здравствуйте, дорогие ребята Наверное, у всех у вас Сегодня очень хорошее настроение Ну еще бы, кого не радует, что впереди Целое воскресенье А у кого-то двойная радость Скажем и воскресенье и день рождения А кому-то без всякого дня рождения Подарили альбом с марками Вот просто взяли и подарили И у нас с тобой сегодня радость Да? Тоже подарок, да? Точно У меня теперь новый велосипед Да? Поздравляю А у меня? Что у тебя? Ну, ты же сказал, что у нас у обоих радость Ну, конечно Я рад, что у меня новый велосипед Так А ты? Ты должен радоваться за товарища Мы же с тобой товарищи Ну, товарищи Так вот, радуйся за меня А я радуюсь Ты как-то очень тихо радуешься Разве? Конечно Пожалуйста, могу погромче Эх, это так здорово Что у Лёвы новый велосипед Вот, другое дело Покачу теперь за нём За город, лес И как врежешься в дерево Никуда я не врежусь У меня спортивный разряд Разряд, разряд А сейчас поедешь Покрутишь чуть-чуть педали И ноги так устанут Погоди радоваться Что крутить? Какие педали? У меня же велосипед с моторчиком Ой, с моторчиком Я так рад Я так рад У тебя ж бензин кончится Тоже проблема Подъехал к заправочной станции И дальше катить Да? Да Ну, если ты не врежешься в дерево И ноги у тебя не устанут И бензин не кончится То чему же я тогда должен радовать? Ну, конечно, конечно Если так завидовать То где уж за другу порадоваться? Ой, да кто завидует? Кто завидует? Больно надо Да если б я захотел У меня б таких велосипедов Миллион был Как же поверил я Что такое? В чем дело, друзья мои? О чем спор? Здравствуйте Здрасте Здрасте, Николай Владимирович Да вот я Алику говорю Что завидовать нехорошо Появилась у товарища новая вещь Порадуйся вместе с ним Правда? А-а-а Ну, вы абсолютно правы Зависть это ужасная черта Алик Алик, вы просто меня расстраиваете Честное слово Фу, как жарко, друзья мои Я, пожалуй, сниму плащ Вот так вот Вот, совсем другое дело А что вы на меня так смотрите, а? Да я не на вас Я на ваш новый костюм Вот это да А что, нравится, да? Еще бы Такой цвет А пуговицы Можно потрогать? Пожалуйста Где только такие пуговицы берут? Надеюсь, вы рады за меня, да? Да, в общем-то, конечно, рад Только пуговица оторвется Придется все остальные перешивать А зачем? Зачем же? У меня восемь штук запасных Ох, запасливые, Николай Владимирович А если в этих брюках в ливень попасть То они так сядут, так укоротятся Что в них, как в плавках, купаться можно будет А что ж тут смешного, я не понимаю Чему вы радуетесь, друзья мои? А-а-а Ну да, конечно Конечно, конечно, я понял Вы просто, просто завидуете Да нет Да, 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 завидуете А завидовать другим, это, это значит не уважать себя Это нужно не только запомнить, но и записать в тетрадь Записывайте, записывайте, пожалуйста Хорошо, сейчас ручку только достану Пожалуйста, записывайте Я готов Пишите Итак, завидовать другим Это 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 Какая у вас красивая ручка, откуда? Подарили Да? Да А ну-ка разрешите посмотреть Пожалуйста, только осторожно, Николай Владимирович О, замечательная ручка Вот повезло, так повезло Мне никто никогда таких ручек не дарил Ну, она, наверное, только внешне красивая А пишет, наверное, не очень хорошо Что вы, прекрасно пишет А ну, посмотрите О, да Ничего, ничего Ну, паста ведь может скоро кончиться и так далее А у меня к ней семь запасных стержней есть Семь? Да Между прочим, я заметил, что красивые ручки теряются гораздо чаще, чем некрасивые Ну, да Николай Владимирович, наш Лёва никогда ничего не теряет, только находит Ах, вот как Ну, тогда нам ничего не остается, кроме того, чтобы собрать всю свою волю, все свои силы и порадоваться за товарища Да уж Так что, в тетрадку ничего не запишем? Нет, почему же? Пишите, пишите По-настоящему стоит позавидовать тем людям Тем людям Которые никогда никому не завидуют Никого не видно в школе Хоть никто из нас не болен Хочешь, посмотри кино Хочешь, погляди в окно Солнце в небе или тучи Зимний день или весенний Он в неделе самый лучший Воскресенье 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 Ах, какое это счастье Не учить и причастия И кормить не извлекать И как следует поспать Солнце в небе или тучи Зимний день или весенний Он в неделе самый лучший Воскресенье 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 Рады, папа, мамы, рады Что учиться нам не надо И что можно и чуть-чуть, а тут чего-то отдохнуть Солнце в небе или тучи, зимний день или весенний В неделе самый лучший воскресенье, воскресенье Воскресенье, воскресенье Друзья мои, в одной из наших прошлых передач мы с вами спорили о картине Решетникова «Опек-двойка», помните? Да, конечно, помним. Мы еще тогда попросили ребят написать нам, как они понимают эту картину Совершенно верно. И вот мы получили письма. Вот их сколько, видите? Получили письма от наших слушателей. Самые разнообразные письма. Вот почитайте, пожалуйста. Сейчас. Почитай. Ира Зайцева из Семипалатинска пишет На картине сестра смотрит на брата укоризненно, потому что знает Их родители делают все, чтобы дети могли хорошо учиться. А вот письмо от Людмилы Щепанковой Она считает, что мальчик расстроен не самой двойкой, а тем, что его ругают. Ругают. Ой, а я смотрю, смотрю, многие ребята прислали даже не письма, а вот как Алия Забирова из Башкирии целые рассказы про эту картину. Между прочим, извините, что я вас перебиваю, я тоже про нее рассказ написал. Вы написали рассказ? Ага. Пусть прочтет, а, Николай Владимирович? Пусть прочтет. Он там такое придумал. Ну что же, это интересно, интересно, но, надеюсь, рассказ все-таки про то, как мальчик получил двойку, да? Да, да, но вы послушайте, почему он ее получил. Лева, давай. Ну не надо. Ну что же, почитайте, почитайте Лева, почитайте Лева. Николай Владимирович, ну я стесняюсь, автору не принято как-то вот так сразу читать свои рассказы. Ну пусть Алик, а. Алик? Да. Ну что ж, читайте, Алик. Я с удовольствием. Пожалуйста. Только с выражениями. Хорошо. Рассказ. Двойка приходит в полдень. Была зима. Ну как здорово пишет, а? Молодец. Прекрасно, прекрасно. Чувствуется настоящий писательский талант. Спасибо. Ну, я сначала. Так. Была зима. Снег мягкими хлопьями ложился на землю. На проводах весело чирикали голодные воробьи. Легкий морозец пощипывал носы и щеки. Очень хорошо. Спасибо. Спасибо. Только мальчика Петю никто не пощипывал. Вчера Петя получил двойку и теперь сидел дома и занимался. Он занимался, а мама сказала папе, посмотри, какой он бледный, совсем без воздуха. Так, 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 так. Такойся, что же у тебя папа ни на что не годен. Решим как-нибудь? Очень хорошо. Мах! Мах! Сказала собака, что в переводе значило. Решим запросто. Петя взял коньки и пошел на каток. Теперь его пощипывал легкий морозец. А папа сел решать задачу. Решал, решал и не решил. Позвал маму. Та решала, решала и не решила. Позвали Петину сестру. Та решала, решала и решила. Да, вроде бы. Но с ответом не сошлось. Хотели позвать маленького братика помочь, но он уехал на велосипеде в соседнюю квартиру. А собаку звать не стали, потому что задачка была про шесть кошек, и боялись, что собака выйдет из себя и просто сгрызет задачник. Пришел с катка Петя, увидел, как грустно все на него смотрят, и понял, что его ждет завтра опять двойка. Замечательно. Здорово. Ну, друзья мои, давайте возьмем себя в руки и будем продолжать. Что ж, Лева, мы благодарим вас за этот, я бы сказал, трагический рассказ. Не стоит. Спасибо, Лева. Спасибо, пожалуйста. Вот видите, друзья мои, как по-разному можно понимать одну и ту же картину. И это очень хорошо, потому что живопись учит нас не просто смотреть на картины, а размышлять над ними, размышлять и делать для себя выводы. Смешные случаи на уроках. Друзья мои, разрешите начать эту веселую страничку со стихотворных строчек, которые прислала нам Ира Малютина из Хабаровска. Прочитайте, Николай Владимирович, прочитайте. Ира пишет. Смейтесь, пожалуйста, смех не тая. Смешные истории посылаю я. На уроке зоологии, когда учительница спросила, почему у лягушки передний мозг больше развит, ученик встал и сказал, потому что она им больше думает. Шел урок французского языка, пишет Оля Яговцева из Перми. И учительница спросила по-французски, кто твой лучший друг? Ученик не понял вопроса и ответил тоже по-французски, я уже три дня не спал. Все смеялись, наверное, вот так. Я тоже вспомнил один случай, рассказывает в своем письме Лена Тараканова из села Целинного. Он произошел на уроке зоологии. Ученика попросили охарактеризовать отряд китообразных. Ученик немного подумал и ответил. В отряд китообразных входят караси. У нас на уроке экономической географии произошел следующий случай. Мы изучали полезные ископаемые, железо, никель, хром. И на вопрос, в какой промышленности применяется хром, один ученик ответил, в кожевины из него делают хромовые сапоги. Мы тоже очень веселые ребята. И с нами не раз бывали разные случаи. Однажды учительница спросила, какой знак надо писать в конце слова «калач». Ученица сказала, что если калач мягкий, то мягкий знак, а если твердый, то твердый знак. Дети, сказала учительница, обратите внимание, сегодня вечером будет полное затмение Луны. Это явление очень редкое, и я надеюсь, что все вы его посмотрите. Начало затмения в 20 часов 15 минут. А по какой программе тут же поинтересовался ученик? И еще несколько коротких ответов и строчек, и школьных сочинений. Что происходит с воздухом при нагревании? Он растопыривается. Для чего нужна рыбам чешуя? Чтобы рыбам было тепло. Какую пользу приносит лес? Он дает шкафы. Днем земля вращается вокруг солнца, а ночью вокруг Луны. Тарас Бульба вывел из конюшни коней и сбрую для сыновей. В озере было много жуков и других явлений природы. Ребята, мы ждем от вас новых смешных историй. Сегодня в гостях у «Радионяни» заслуженный деятель искусств Азербайджана, популярный композитор, лауреат премии ленинского комсомола полак бюль-бюль оглы. Я впервые выступаю в передаче «Радионяни». Хотя я знаю эту передачу и с удовольствием ее слушаю вместе со своим сыном Теймуром, которому уже исполнилось 4 года. Он очень любит вашу передачу и будет гордиться тем, что его папа тоже выступал в этой передаче. Меня иногда дети спрашивают, как я пишу свои песни. Это очень трудно рассказать и объяснить, как это получается. Иногда это получается, потому что хорошее настроение, а иногда это получается, потому что грустное настроение. Но детские песни я написал впервые. Впервые меня пригласили написать музыку к детскому фильму. Я с радостью и удовольствием согласился и написал в этом фильме несколько песен для этого музыкального фильма. Но я очень рад, что эта работа для детей совпала с международным годом ребенка. И мне очень радостно и приятно, что в такой ответственный год я тоже сумел внести свою маленькую лепту. А сейчас послушайте песню из фильма «Я придумываю песню». Стихи ленинградского поэта Ильи Резника поет Оля Рождественская. Я придумываю песню, я придумываю песню, о чем скажу сейчас. О дожде, о небе ясном и о солнышке прекрасном, что так щедро греет нас. Подпевает козлик мне, Лает песик, хвост задрав, Гав, гав. А петух мне на пеку Прокричал ку-ку-ку. А котенок пискнул мяу. А котенок пискнул мяу. Эта песня без сомненья всем поднимет настроение, Без нее никак нельзя. Я придумываю песню и поют со мною вместе, Мои верные друзья. Подпевает козлик мне, Лает песик, хвост задрав, Гав, гав. А петух мне на пеку, Прокричал ку-ку-ку-ку. А котенок пискнул мяу. А котенок пискнул мяу. А котенок пискнул мяу. Но, должна сказать вам честно, У меня от этой песни закружилась голова. А друзья мои нежданно, Почему-то как-то странно, Перепутали слова. Подпевает песик мне, Лает козлик, хвост задрав, Гав, гав. А котенок на пеку пропищал ку-ку-ку. А петух пропел мяу. А петух пропел мяу. Начинаем веселый урок. Нет, 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 друзья мои. Это звонок не на урок. А куда? Это звонок в кино. Красота какая. Сейчас посмотрим. Конечно, посмотрим. Я уверен, что сегодня Многие наши слушатели пойдут в кино. Николай Владимирович, Давайте скорее заканчивать передачу, А то они без нас уйдут. Не торопитесь, не торопитесь. Я не случайно завел разговор о кино. Дело в том, что у меня есть одно письмо. Минуточку. Вот. Одно письмо, которое я просто Обязан вам показать. Вот, почитайте, пожалуйста. Дорогая радионяня, Мы с подругой в воскресенье ходили в кино И очень расстроились. Вот, вот, видите, расстроились. Один мальчик сидел перед нами В велосипедной кепке с большим козырьком И загораживал пол экрана. Мы попросили его снять кепку, А он сказал, А где это написано? Так. Потом он все время звал какого-то Васю. А когда Вася пришел, Они вместе стали вслух обсуждать фильм. Вася кричал, Стреляй скорей! А этот с кепки, Когда что-то не расслышал, Заорал, Сапожники! А потом вышел из зала И вернулся с двумя мороженами. Одно мороженое упало, И они оба стали его искать в темноте. А когда нашли, Кино уже кончилось. Вот. Вот такое кино. Ну, Ваше мнение, Уважаемые помощники? Ну, Мое мнение, Фильм был неинтересный. Так, 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 так. Кино неинтересное, Поэтому два приятеля Так себя и вели, да? Николай Владимирович, Ну, а что они такого сделали? У них мороженое упало, Так это несчастный случай. Их пожалеть надо, А не ругать. А то, что он своего приятеля искал, Это правильно. Друзья всегда должны быть вместе. А, Понимаю, понимаю. Теперь объясните мне, пожалуйста, А зачем мальчик кричал, Стреляй скорей? Что, герои фильма Не знают, что им делать, да? Нет, знают, конечно, Но со стороны же виднее. Так, 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 так. Ясно, ясно, ясно. Ну, что ж, друзья мои, Я с вами абсолютно согласен. Девочки зря пожаловались на ребят. Конечно, да. Ребята хорошие, Хорошие ребята, воспитанные. А то, что кепка экран заслоняет, Так, может быть, У него без кепки голова в темноте мертв. Вот ими. Вася крикнул, Стреляй скорей. Так ты помоги, Крикни в кого стрелять. Правда? Конечно. Со стороны ведь виднее, А мороженое упало, Попроси зажечь свет в зале. В конце концов, Мороженое важнее всякого фильма. Правильно. Есть еще такие девчонки, Которые даже кино до конца не дадут досмотреть. Вот, 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 вот. Видите, когда вам мешают, Вы сразу возмущаетесь. А когда два приятеля мешают девочкам, Вы их оправдываете. Да нет, ну... А, стыдно стало, да? Ну, ладно. Сегодня мне не хочется читать вам мораль. Давайте сделаем вид, Что все ребята прекрасно умеют Вести себя в кино. А зачем же тогда петь нашу учебную песенку? А песенку мы споем просто так. Для хорошего воскресного настроения. Я люблю кино, искусство. Это радостное чувство Не дает покоя мне давным-давно. Вот, и я люблю, чтобы в зале все Об этом чувстве знали И кричу о нем на все кино. Кино подобному не место. Кино общественное место. А значит, юным гражданам Негражданам в летах В кинотеатрах следует Вести себя как следует, Как подавает каждому В общественных местах. Заяц прячется от мести, Волк рычит, и в этом месте Что-то вдруг погасло где-то позади. Я тогда как будто в шутку Повернусь и крикну в будку Ну, киномеханик, погоди! Кино подобному не место. Кино общественное место. А значит, юным гражданам Негражданам в летах В кинотеатрах следует Вести себя как следует, Как подавает каждому В общественных местах. Знают города и села, Что кино вторая школа, И хоть в школьном классе Тяжелее слегка. Но и тут нельзя из зала Выходить после начала, И входить нельзя после звонка. В кино подобному не место. Кино общественное место. А значит, юным гражданам Негражданам в летах. В кинотеатрах следует Вести себя как следует, Как подавает каждому В общественных местах. Друзья мои, Нам пора заканчивать. Не рано ли? Да что вы, что вы. В эту минуту многие ребята Уже собираются ехать В пионерские лагеря. Да-да, уже поданы автобусы. Так давайте проводим их, а? Сейчас все мамы, папы и бабушки У автобусов, наверное, кричат, Дают последние советы. А радионяня? Что уж, ей посоветовать ребятам нечем? Есть что посоветовать, есть. Вот редактор передачи Елена Лебедева И режиссер Татьяна Сапожникова Советуют всем ребятам Обязательно Мыть руки перед едой. Авторы песни Борис Салибов И композитор Борис Савельев Говорят, что загорать нужно в меру И не заплывать далеко. А это кто говорит? Это я говорю. И я. Ребята, вы слышите? Это вам говорят мои уважаемые помощники Александр Левенбук и Лев Шемелов А я... Спорим, я знаю, что сейчас посоветует Николай Владимирович Литвинов. Ну что? Он сейчас посоветует Бережно обращаться с природой Не разорять птичьих гнездов Не обижать ежей и белок И верно, верно А если вы встретите в лесу лосенка Передайте ему, пожалуйста, привет от радионяни Ну, а автор передачи, писатель Ефим Смолин Советует вам, ребята, почаще писать родителям, друзьям И, конечно, нам по адресу Москва.радионяня Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно А как добиться этого, пока что неизвестно Быть может, вы подскажете, как верные друзья Ведь это только в школе подсказывать нельзя Радионяня, радионяня Есть такая передача Радионяня, радионяня У нее одна задача Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова